Всем привет! С вами на связи Леня. Вы видите меня немножко в неожиданном, опять-таки, ракурсе. Да, это рубрика Таро. Простыми словами, либо простыми иском, не помню, как называется. Тема на сегодня пойдет не совсем Таро. И почему вы видите меня в таком домашнем виде, достаточно уютным, комфортом для меня, а не в таком, знаете, более представительном, да, вот, как привыкли во время раскладов. Дело в том, что какое-то время назад у меня появилась такая концепция, которую я взяла у Полиенко, подумал, сразу сделал. Потому что я тот человек, который по своей натуре до какого-то определенного времени я была перфекционистом, по крайней мере, я отошла уже сейчас от этого. И я все время стремилась, что если я что-то хочу сказать, это должно быть красиво, поэтому надо подготовить там место, себя и так далее, и рассказать, и там научиться, доучиться. Вот. В конечном итоге я поняла, что это фигня. Почему? Потому что очень много времени съедает вот непосредственно на саму подготовку. И когда дело доходит до действительно того самого важного, ценного, да, с чем вы хотите поделиться, то по факту получается, что, блин, а уже и мысли-то все вылетели. Вот. А почему я хочу вот именно в домашнюю обстановку так, я сейчас сразу записываю. Дело в том, что я утром почитала один комментарий, утром это вот буквально часа два назад. Вот. А у меня такое бывает, знаете, когда я читаю, у меня сразу рождаются ответы, у меня сразу рождаются идеи, и я зависаю, я начинаю размышлять в голове, я начинаю прям очень мудро, очень красиво сама себе отвечать, вижу какие-то связи. И я поняла, что стоп, если я сейчас, у меня вот такая фишка есть, если я в голове начинаю уже отвечать, да, то после того, как этот процесс заканчивается, все, я уже не смогу записать видео, потому что умные мысли, как говорится, они уже выветрились. То есть процесс ответа, он уже завершился. Поэтому я быстренько-быстренько решила ответить, потому что выветрятся все мысли, и потом это будет искусственно, неестественно и невкусно, и вообще нафиг никому не нужно. Поэтому не серчайте, у меня иногда будут такие своевольности, да, достаточно домашние, в домашней обстановке, вот, в домашней одежде. Это может быть даже с одной стороны будет как-то очень мило, да, потому что приближается, ну, нет вот этой вот границы, которая, знаете, обычно бывает между людьми, да, когда вот он какой-то гуру, он там высоко, а я где-то вниз. Нет, вот, все, все на равный, да, как с подругами. Ну, вот такое вступление было на три минуты. Значит, суть вопроса сегодняшнего, в чем заключается? В разделе «Сообщество», там, где вы оставляете свои вопросы для рубрики, это «Рубрики с словами», мне сегодня утром написала Анастасия Джи, «Она пишет, Элени, здравствуйте, благодарю, что делитесь с нами знаниями, с такой самоотдачей, ну, сначала благодарности, но потом вопрос. И еще раз спасибо за это. По Таро пока не знаю, что спросить, на данный момент хотелось бы спросить по поводу литературы на тему Таро и психология, да и вообще психология личности. Больше меня, конечно же, интересует женщина, самооценка, страхи и так далее. Если мы говорим про Кабалу, либо Древосферот, прям для совсем новичков, как это, полностью, да, новички, как она сказала, буду очень благодарна, если что-то посоветуете. В общем, с того, что я не люблю советовать, не люблю рекомендовать, но высказываю всегда свою точку зрения, если меня просят. Почему не люблю советовать? Почему? Потому что я не тот человек, ну, то есть для меня люди, которые советуют, это люди, которые знают, люди, которые ведают, я себя таковым не считаю, потому что у меня есть огромная проблема с гордыней, и ее подкармливать я не хочу. Поэтому, ну, это мои тараканы, я объяснила их. Но при этом вопрос для меня был очень сложным. Мне его и в эфирах иногда сдавали, да, то есть порекомендуйте какие-то книги, да, скажите, что как и почем. Ну, что, сложность заключалась в том, что я долгое время вообще уже ничего не читала. Причина заключается в том, что я поняла, что мне не нужны мысли других людей, да, то есть мне не нужно мнение либо знания других людей. Я их могу получать абсолютно из других источников. То есть уже не из книг, да, как ранее. Ну, например, там, Наполеон Хилл, да, известные вот эти вот все бестселлеры. Вот, конечно же, в свое время я их тоже читала, да, Кови, Стивона Кови. Как этого... Каково... Блин. Робинс, да, вылетел из головы. Ну, реально, коуча американского. Вот, это тоже было все в моей жизни. Потом я приняла решение, что я не хочу, и я нашла другие способы, да, то есть для меня это были непосредственно живые люди, которые либо создавали какие-то курсы, и я их посещала, либо это были какие-то лекции, и суть заключалась даже не в прочтении каких-то книг или перенимании каких-то знаний, а я всегда стремилась в том, что говорит другой человек, увидеть что-то свое, да, научиться читать между строк. И я пришла к такому выводу, что на самом деле очень важно это состояние, то, что я вам все время говорю на каналах. Это не случайно, это энергетика, то есть мысли, они приходят и уходят, да, они не запоминаются, а состояние, иными словами, эмоции, они всегда запоминаются. И подтверждение этому было сегодня, когда я как раз и вспоминала, какие же книги меня сформировали, я помню эмоции, состояние от прочитанных книг, что я чувствовала, но я не помню полностью всю историю, допустим, которая разворачивалась в книге, но я помню, что именно эта книга повлияла на меня, да, то есть вспоминаю состояние. Итак, книги, несколько, которых я вам порекомендую, они в какой-то период моей жизни, значит, первые книги, они были, как говорится, про Христу, это те книги, которые я была вот совсем новичком, да, то есть вопрос был же про новичков, которые очень сильно на меня повлияли, повлияли на формирование моего мышления, повлияли на моё мироощущение, миро восприятие. Это книги, которые я читала, и я старалась не просто их проживать, либо понимать головой, а для меня важно было уловить суть, да, что хотел этот человек сказать, и потом на основе этого, да, то есть создавалась некая такая концепция, некая такая конструкция, на которой абсолютно всё в дальнейшем, ну, вот наращивалось. Но здесь есть ловушка. Если вы выстраиваете для себя какую-то, ну, основу какой-то базис, имейте в виду, что когда этот базис, если он пошатнётся, да, то всё, что вы на него строили, оно тоже разрушится. В принципе, всё вот это, вот вся вот эта вот база, она так или иначе иллюзорная, но просто к этому нужно быть готовым. И, как правило, с момента начала 90-х, когда я стала увлекаться, да, вот всеми этими экзотерическими знаниями, начинала выстраивать вот эту вот всю свою философию, на которой будет построено все мои дальнейшие знания, я первое, что я сделала, я стала изучать всевозможные вот эти вот философские направления. И самое интересное, сегодня тоже я об этом подумала, о том, что когда меня спрашивают, например, «Элень, вы верующий человек?», я, конечно же, скажу «да», но никто абсолютно никогда не спрашивает, во что вы верите. Вот. А верю я в магию. Это для меня основа всего, это для меня и наука, это для меня и искусство, то, что даёт мне пояснение и объяснение природы, которая нас окружает, моя внутренняя природа, и как всё выстроено. Это то, во что я верю. Опять-таки, поскольку я крещённая, я никогда не интересовалась именно христианством, мне это было как-то неинтересно, хотя был период, когда я пробовала читать Библию, не зашла, я оставила, если мы говорим о мусульманстве, это та религия, которой я всегда избегала, я её дико боялась. У меня есть опыт прошлых воплощений, да, и я боялась почему? Потому что я выросла на Востоке, я знаю, насколько фанаты могут быть жёсткими, насколько вот это вот порабощение и подавление присутствует, да, вот это вот неравенство полов и так далее, и так далее. Меня это дико пугает на самом деле. Почему? Потому что, ну вот во всей этой атмосфере я созревала, так сказать, да, самая юность ещё, когда вот как чистый, да, лист бумаги, и на него вот всё, что записываешь, оно запечатляется. Поэтому эта религия, она тоже у меня ушла в сторонку. На меня очень сильно повлиял буддизм и очень сильно повлиял иудаизм. Вот, что касается ведов, ко мне пришли они достаточно поздно. Это было, наверное, года три, может быть, четыре назад, да, был человек, опять-таки, который очень сильно на меня повлиял и сформировал меня в этом понимании. Значит, книга, которую просто я рекомендую к прочтению, к пониманию, да, то есть начнём с религиозных, а потом уже пойдём более таким философским. Это Абхагагбадгита. Как она есть? Именно вот в этом издании и с этими комментариями. Кристально, может быть, видите. Вот, это был подарок. И книга, которая, возможно, я когда-нибудь её даже и разыграю, это «Наука самоосознания, его божественная милость». Вот эта вот книжка, такая достаточно, может быть, философская, но мне уже она была не столь интересна, то есть она мне уже не дала столько чего-то такого нового, да, чтобы я могла как-то себя наполнить. Человек, который повлиял на это, да, если вам интересно, будет информация, найдите. Кстати, не обязательно читать книги, да, есть очень много подкастов, которые можно просто слушать, либо на Ютубе есть всевозможные ролики, лекции. Значит, вы можете найти Сатья, так его зовут, может быть, знаете, такой мужчина, лысоватенький, с прекрасным чувством юмора, как он называет себя, семейным психологом. Конечно же, он не имеет психологического образования, он про это сказал, но он не случайный человек. То есть в ведической философии, да, это человек, у которого я не разбираюсь в их чинах, да, то есть, ну, в посвящениях, но это непростой человек. То есть это не тот, который просто читает книжки и рассказывает об этом. Нет, это человек, который действительно вовлечен, это человек, который сделал в еды своим образом жизни. Кстати, он прекрасно готовит, у него даже курсы есть, он вегетарианец, он в этом деле. Находится очень много, история его жизни, она очень увлекательная, да, то есть человек прошел, он родился, по-моему, если я не ошибаюсь, в Нептре, в Украине. Сейчас, по-моему, живет в России, в Сочи. Очень интересная история рассказывает, рассказывает о жизни, да, о психологии очень простыми словами и с прекрасным юмором. Рекомендуем, можете посмотреть. Почему рекомендую? Суть заключается в том, не то, чтобы вы вовлеклись во все это. Я ни в коем случае не пропагандирую ничего. А суть заключается в том, чтобы послушать мысли, идеи другого человека и найти какой-то отпечаток в себе, да, какой-то отклик. Может быть, то из того, что он порекомендует, да, то, что, из того, что он расскажет, что-то у вас сложится в голове. Это вот касательно самооценки, то, что вы спрашивали, да, это вот как раз такие женские темы. Очень подробно, очень наглядно, с огромным, еще раз скажу, юмором, для меня это важно, простыми словами, рассказывает вот философию, вот эту вот сложную, именно перенесенную на бытовую нашу жизнь. То есть он не будет вам рассказывать там о богах, непосредственно о том, касты как делятся, да, это на невежество и так далее, на благость и так далее, так далее. То есть вот всю вот эту философию, он не будет ее рассказывать, но он рассказывает непосредственно из нашей каждодневной жизни, да, как мы сталкиваемся в отношениях между мужчиной и женщиной, как мы себя ведем, да. То есть он помогает посмотреть на себя со стороны. Очень интересно. Сатья, да. Не знаю, наверное, в ролике, в комментариях то, что о чем я говорю, я, наверное, буду ссылки оставлять, либо название, чтобы понятно. Еще один человек, тоже, который имеет отношение непосредственно к физической системе. И человек, тоже знающий, хотя обращаю ваше внимание, те, кого я рекомендую, на первый взгляд, кажется, блин, ну просто человек с улицы, ну очень простой. И для меня это как раз показатель мастерства. То есть чем проще человек, да, нет вот этой вот пафосности, да, что вот я знаю, я все умею, тем он действительно знающий. Это Дмитрий Троцкий, который тоже повлиял в свое время на формирование меня, на то, как изменились мои взгляды. Значит, Дмитрий Троцкий, как я на него попала, прекрасная история, он очень мне напомнил, ну чуть поменьше, правда, ростом, моего бывшего партнера. Вот прям один в один. И когда я увидела, ну то есть искала литературу, чтобы почитать, я увидела фотографию, и я очень испугалась, думаю, блин, мой партнер и здесь на фотографии. Потом, когда я поняла, что нет, это все-таки другой человек, вот, и мне стало интересно, кто же это? То есть вот такой вот знак, мои глаза опять начали слезиться. Вот такой вот интересный знак мне подала Вселенная. Значит, у Дмитрия Троцкого есть книга «Пока я, не я», то есть «Покаяние», либо «Пока я, не я», такая игра слов. Очень интересно. Вы также его можете найти, лекции на YouTube, бесплатные. А тоже очень интересные взгляды. Книжка мне помогла. Помогла мне как раз в тот период, когда два года назад мой отец был при смерти, и благодаря, я как раз вовремя успела эту книжку почитать, благодаря именно этому человеку я смогла правильно попрощаться со своим отцом. Я успела вовремя попросить прощения и вот, знаете, вот смертью моего отца у меня к нему была, знаете, такая скрытая любовь, которая никогда не выражается, а он был очень теплым человеком. И только после смерти, конечно же, я стала понимать, насколько я на ее похожа и насколько он меня формировал просто в своем присутствии. Я никогда не рассказываю про своего отца, всегда говорю про маму. Но вот именно вот эта вот книжка помогла мне попросить прощения у отца до того, как он ушел. То есть он ушел со спокойной душой, что он услышал. Я ему сказала все, что я должна была сказать. И прям при смерти это было прям за дни пять, наверное, да, и он уже не мог говорить, но в его глазах я увидела вот эти вот слезы и я поняла, что не то, что он меня простил, прощать-то не за что было, но человек ушел со спокойной душой. И эта книжка даже мне помогла выстроить мои взаимоотношения с мамой, наладить. Опять-таки просила прощения, причем на колени, так как рекомендовал Дмитрий. В этом тоже есть свой какой-то смысл. Почитайте эту книжку. Вот именно с этого момента мои отношения с мамой, которые были достаточно напряженные, хотя я ее люблю, она меня любит, начали выстраиваться. Рекомендую. Опять-таки, либо читайте книжку, либо смотрите лекции Дмитрия Тронского. Так, это мы уходим от этого, и вообще на самом деле я, мы уходим от религии, и следующее, можно сказать, направление, религиозное, хотя каббала делится как на религию, либо как рекомендует Лайтман науку, это вот каббалистические знания. А значит, что касается каббалистических знаний, книжку простым языком, наверное, единственная, которую я могла бы порекомендовать для начала, это вот эту книжку, которую я сейчас читаю, она называется «Мистическая каббала, практическая магия». Каббалы Дион Форчун написана очень простым языком, но опять-таки без какого-то базиса вам сложновато будет ее понять, хотя написана она достаточно легко. Что вам необходимо для базиса? Есть сайт и прекрасные подкасты, сейчас я вам скажу, как он называется, Гермополис, сейчас, я оставлю в комментариях, то есть у меня здесь параллельно еще и компьютер, так, так, сайт называется гермополь, гермополь.ру, да, гермополь, гермес, эрмис, то есть бог информации и знаний, туда зайдете, на этот сайт, кстати, там есть очень много разных курсов, да, непосредственно, если хотите приобрести курсы какой-то, да, что-то изучить, как о второ, так и о магии, вот, есть подкасты и есть у них на ютюбе свой канал, если вы зайдете на этот сайт, вы увидите, да, как канал называется, зайдете, посмотрите, очень интересные вещи, тоже рассказывает человек о магии, о таро, таким достаточно простым языком, поэтому я бы порекомендовала, прежде чем покупать книжку, зайдите, посмотрите несколько роликов, почему, потому что на самом деле то, что нас формирует, это постепенность, да, то есть постепенно мы идем от простому к более сложному, но сказать, что именно помогло мне, да, то есть, чего я начала, я начинала вообще в магию, пришла с книги Пахабова, четыре касты, по-моему, так она называлась, до того, как, сейчас принято говорить, Алексей переобулся, ушел из магии и пошел в науку, эта книжка, она меня как раз привела в магию, то есть, я прочитала, она меня очень захватила с этого момента, я стала читать книги по фэнтези, вот, что раньше такого не было, я вообще понятия не имела, это было примерно года два назад, чтобы вы понимали, да, как недавно я вошла в эту всю среду, хотя, начиная с девяностых, я вошла в экзотерические знания, а вот непосредственно к магии я пришла сейчас, то есть, после того, как уже прошло там 28 лет, да, 25 лет, 27 где-то, вот после этого, да, меня уже подвели постепенно к магии, то есть, я стала уже готова, потому что уже сформировалась база. Книга Пахабова мне помогла, после этого я прошла курс магии у Ольги Веремеевой, я ее считаю своим учителем, одним, наверное, из немногих учителей у меня, в принципе, не было как такового учителя, с которым бы я взаимодействовала, да, то есть напрямую, так, чтобы меня Ольга чему-то обучала, нет, но вот пройдя курс, курс был 9 месяцев, да, 9 месяцев я практиковалась, постоянно делала какие-то упражнения, входила в смысл, да, что такое магия, ну, и дальше, конечно же, самостоятельно развивалась, вот, и поэтому вот этот вот сайт и площадка Гермополя, она стала, ну, стала больше меня углублять, ну, и дальше книги, которые пошли более глубоко. Теперь, про это рассказала, начинаем же все-таки с чего я начала свои экзотерические знания, вот, чтобы вы понимали, это было 90-е годы, это было прошлое столетие, да, вот, первая, и, скорее всего, одна из самых запоминающих книг, это Дана Мильмана, это «Мирный воин», об этом все знают, потому что многие смотрели даже фильм, не читали книжки, но мало кто знает, что на самом деле это была трилогия, да, то есть, это история, которая развивалась, «Мирный воин», это была первая книжка Дана Мильмана, вторая книжка, это было, так, у меня, значит, вы, наверное, забьете в интернете посмотреть, потому что у меня книги, я их читала на греческом языке, название, если я с греческого буду переводить на русский, может быть, оно так и не звучит, значит, это было мистическое такси, путешествие мирного воина и книга, которая меня покорила, потому что главным героем в мирном воине был не только мальчик, главный герой, но и Сократ, да, его наставник, вот как раз-таки книжка, которая меня покорила, тоже Дана Мильмана в той трилогии, называется «Путешествие Сократа», и вот эта книжка меня покорила своей историей, да, когда мы узнаем непосредственно, что Сократ на самом деле был мальчиком, рожденным в России, если я не ошибаюсь, на Кубани, да, в Украине, очень рекомендую эту книжку, наверное, намного больше, нежели книжка о мирном войне, потому что там рассказывается, как именно формировался характер этого Сократа, что он в жизни пережил, насколько это было сложная жизнь, действительно, судьба у человека была такая драматическая, опять-таки, почему рекомендую книжку, не потому что, то есть я не рекомендую книги, например, как Кови, семь навыков, сделай это, будь тебе это, я не люблю вообще вот это вот, все программирование, вот это вот планирование, это не про меня, оно меня ограничивает, то есть я и так по своей натуре человек дисциплинированной, если я ставлю какую-то цель, я ее достигаю, но мне не нужно мотивировать, поэтому всевозможные вот эти вот рамки, они меня ограничивают, и они меня очень сильно раздражают, потому что я по своей натуре человек свободолюбивый, да, я всегда за свободу, я всегда за справедливость, но вот эти вот книжки, да, в принципе, там очень много философских каких-то моментов, но они меня формируют в контексте того, что я вижу вот эту вот силу, которая созвучна мне, потому что книги, которые мы выбираем, я вам очень рекомендую, это единственная рекомендация, выбирать книги по состоянию, вот если есть какой-то отклик, если что-то ёкнуло, если что-то зазвенело внутри вас, если что-то зацепило, это ваша книга, и книги очень важно читать с состоянием своей душой, то есть не то, что там написано, и вот прям дословно мы это принимаем, нет, а именно прочитать, остановиться, что тебя зацепило в этом абзаце, я так делаю, да, что меня зацепило, я начинаю философствовать, я начинаю размышлять, я делаю акцент на свои состояния, у меня всплывают в памяти какие-то мои истории из прошлого, и я стараюсь находить какую-то параллель в то, что я сейчас прочитала, и то, что у меня всплыло в памяти, какая связь, то есть какой ответ здесь есть, таким образом я читаю книги, особенно если они вот такие вот философские, потому что мне бы смысла просто прочитать, это будет чужие идеи, мы на самом деле взаимодействуем не с самими книгами, а с их авторами, с энергетикой того, кто написал, точно так же, как и, допустим, вы приходите на мой канал, вы не взаимодействуете с моими раскладами, вы взаимодействуете с моей энергией, то, что меня сформировало, и если вам это в унисон, то в принципе не расклады на вас действуют, а то, чем наполнена я, то есть своей энергетикой, поэтому вот эти вот три книжки я вам обязательно рекомендую, Дан Мильман, автор, посмотрите там в вашем регионе, в вашей стране, как эти книжки назывались, просто забейте фамилию, и вы увидите, я хочу сказать, что Мирный воин, он был впервые опубликован в 1980 году, я его прочитала, в 1991 году, я же говорю, это вообще прошлое столетие, а книга про Сократа, она была у нас повторно в Греции издана в 2004 году, в 2004, я ее в 1993 году читала, но эта книга, то есть прошло уже 100 лет в обед, как говорится, около 30 лет, но у меня до сих пор в памяти, то есть я читала очень много книг, другие книги, например, которые действительно тоже оставили отпечаток, это Луиза Хей, «Полюби, по-моему, свое тело», где она писала свою историю, именно биографию, вот это вот тоже меня зацепило, сформировало, и если вы увидите некую параллель, то все люди, которые меня цепляют, это люди сильные, воли, с сильным характером, почему? Потому что в них я вижу самого себя, то есть в книгах мы видим себя, особенно те, которые нам отзываются, те, что нам не отзываются, это не наш характер, то есть опять-таки наши собственные проекции, то, что я люблю всегда говорить, мы в других людях, в других ситуациях, во всем другом видим свои собственные проекции. И еще одного автора я только порекомендую, опять-таки, то есть это все с той категории, философии, психологии, именно самопознания, книжка опять-таки Джеймс Редфайлд, я уже, по-моему, в одном из эфиров про это говорила, это Селестине предсказаний, как-то так, ну то есть Селестин прописи, называется по-английски, по-русски опять-таки понятия не имею, потому что все эти книги я читала на греческом языке. Очень интересная книга, она говорит о неких таких скрижалях, которые были найдены, и это 10 скрижалей, и люди определенная группа так создалась, да, там, в принципе, два человека, мужчина и женщина, но в процессе она расширялась, узнали об этих скрижалях, и поехали в городе Вета, чтобы найти и прочитать, да, что там заложено, какая философия, и вот это вот их путешествие начинает разворачиваться, и они познают вот эти вот 10 знаний, которые заложены непосредственно в каждой скрижали, они философские, на самом деле, хоть и книга, опять-таки, я читала в 93-м году, она настолько безвременная, что даже и сейчас мы можем перенести, и вот те сейчас философии, которые всплывают, да, о том, как ты должен коммуницировать, как ты должен общаться, что у нас идет энергообмен, о котором мы все говорим, да, вот это вот было уже тогда написано, причем очень интересно, раскрыто, по-моему, если я не ошибаюсь, даже есть фильм об этом, но фильм, он как-то уступает, уступает книжке, я бы порекомендовала, потому что я всю эту книгу прямо вот подчеркивала, там тоже два тома, получается, в первые, первые 9, либо 10, вот этих вот знаний нашла, 10, а во второй книжке там было 11, да, то, что нашли все-таки еще одну дополнительную, очень рекомендую, она действительно сформировала во мне вот эту вот основу, базис, о котором я говорю, то есть вот книжка именно «Мирный воин» и вот эта вот вся трилогия Дана Мильмана и «Редфайл», то есть у Дана Мильмана есть и другие книги, я их все прочитала там примерно где-то до 96-97 года, вот которые выходили, благодаря своему отцу, который постоянно мне покупал, прям ходил с листой вот эти-то, лист желаний, да, пожеланий с книгами, каждый раз там список этот обновлялся, я вам постоянно мне покупал, книги были очень-очень дорогие, они сейчас, ну, меньше 15-17 евро не падают, то есть нету такого, как в России, например, ты можешь найти и за 200, и за 300 рублей книжки, у нас такого нету, поэтому это все были дорогие книги для меня, и очень важные, но не суть, вот эти вот, вот этих двух авторов я вам очень-очень рекомендую, остальные, в принципе, можно, но вот в формировании, поэтому Луис Хей обязательно, потому что она рассказывает, кроме своей биографии, еще и по психосоматике, да, и ей вторит и Лиз Бурбо, то есть если Луизу Хей слышит, то Лиз Бурбо, она так называется, автор Лиз Бурбо, она пишет как раз психосоматику на разных уровнях, на физическом, на энергетическом, да, то есть тоже рекомендую по психосоматике, если мы говорим, вот, это книги такие, которые вот именно формировали мое направление, далее, если мы перейдем к психологии, немножко, я вам порекомендую интереснейшие две книжки, одна книжка называется Синтаксис любви, вот эта вот книжка, Александр Афанасьев, это для тех, кто любит именно классификацию людей, здесь рассказывается четыре типа, то есть если вам нравится даже не соционика, а, ну, что-то похожее, да, то в этой прекрасной книге написано очень интересно, как мы можем разделять на четыре категории людей, да, как мы притягиваем партнеров, опять-таки, для понимания, для взаимоотношений, это не любовная книжка, это большое именно понимание, как люди делятся в своем мышлении, кого мы притягиваем, да, очень интересная книжка, да, я ее сначала прочитала в электронном формате и обязательно заказала себе, так, что здесь издательство, так, Афанасьев, что здесь написано, а, типология личности и прогноз парных отношений, но здесь не только личных отношений, да, может быть, межличностных, но здесь еще также вообще отношений с людьми, очень-очень рекомендую, просто для информации, вот эту вот книжку, конечно же, если мы говорим про психологию Курпатова, причем, так интересно было, у меня был какой-то эфир, если вы смотрели эфиры в записи на ютюбе, у меня был эфир, и мне там задал, по-моему, один мужчина, мнение Курпатова, я не знала, кто такой Курпатов, я честно сказала, что, блин, я не знаю, что это за человек, и что он вообще пропагандирует, да, какую информацию, но вот после этого меня все-таки зацепило, вот, я нашла его на ютюбе, послушала, думаю, о, окей, человек действительно знающий, человек ведущий, и я прослушала сначала аудиокнигу «Красная таблетка», мне понравилось, я заказала, я их еще не читала, то есть, ну, вот, в таком формате, я еще не читала, я не знаю, но в аудиокниге я читаю книги на патефоне, есть такое приложение «Патефон», оно платное, вот, и я прослушаю все книги, поэтому, если я нахожусь где-то в передвижении, либо, когда у меня свободные руки, я оставлю какую-то книгу, и если я не читаю, ну, это книги не философские, я сразу скажу, это книги фэнтези, книги больше для развлечения, это любовные романы, но опять-таки, какие-то, знаете, вот из категории «драмы», да, когда есть, вот разворачиваются вот эти взаимоотношения между мужчиной и женщиной, и это все позволяет мне размышлять о жизни, ну, вот, если с начала этого года, да, то, ну, порядком у меня выходит где-то около пяти книг в месяц, пяти-шести книг в месяц, я прослушаю, это средние, то есть их может быть и меньше, их может быть и больше, это в месяц, это если мы возьмем, условно говоря, пускай пять книг в месяц, да, за десять месяцев я уже около пятидесяти книг прослушала, да, только за десять месяцев, то есть вы понимаете, о каком объеме мы говорим, а если бы я это читала, у меня не было бы времени столько прочитать, да и столько денег, если честно, потому что я плачу, для меня не сами книги дорого стоят, а сколько пересылка, я очень много плачу за пересылку, поэтому вот эту вот всю трилогию курпатого красная таблетка, троица и чертоги разума, она тоже мне придет, сейчас еще у меня ее просто нету, я бы вам ее тоже порекомендовала, хотя я их все не прочитала, но я знаю, о чем они, вот, это тоже вот может помочь в психологии, опять-таки мы говорим о страхах, о самопознании, но суть заключается не в этом, когда ты понимаешь процесс, как что все устроено, ты можешь переносить эти знания на что угодно, почему, потому что, то есть не нужно здесь циклиться о том, что допустим, я прошу конкретную информацию, а вы мне говорите, там, почитай о красной таблетке, например, о том, как мы мыслим, зачем мне это нужно, вот, я вам рассказываю, что меня формирует, то есть какие книги, еще одна книжка прекрасная, которой, когда я еще работала коучем, я ее заказала, я пользовалась, это из категории практика НЛП, я не очень хорошо, не то, чтобы не хорошо отношусь к НЛП, а мне просто эти знания не нужны, я вообще объясню почему, потому что я по своей натуре, человек, у которого есть способность к эмпатии, есть способность к магии, так скажем, и влиянием и подавлением людей, плюс ко всему человеку, у которого очень сильно раздута и развита эго, вот, и гордыня, для меня опасно все вот эти вот практики НЛП, я не вижу их применения, почему, потому что для меня власть, и в прошлых моих жизнях, в воплощениях, она была наказана, наказуема, вот, меня лишали жизни, меня лишали заключения, для всего, что связано с силой, для меня, у меня есть некое такое, ну, условно говоря, табу, поэтому я дозированно к этому отношусь, и, а это мои опять-таки заморочки, и я понимаю причину, в чем это связано, поэтому практики НЛП, то есть все, что ты можешь подавлять, подавлять, либо манипулировать, да, и подавлять волю другого человека, для меня это запрет, и я это поняла буквально недавно, вот, но, и мои практики манипуляции в отношениях, они не приводили ни к чему хорошему, то есть, да, я могла иметь того человека, которого я хочу, причем абсолютно любого, используя все эти практики, но мне не приносило этого счастья, вот в чем фишка-то была, поэтому практики манипуляции я не использую, но понимание, да, как, на что ведется человек, то есть, как устроен наш мозг, почему вот это вот, на самом деле, НЛП, это все-таки не, не манипуляция, а это все-таки моделирование, да, задача НЛП, это моделирование необходимых навыков, либо моделей поведения, то есть, что они делают, они берут успешных людей, да, анализируют их модели, и стараются внедрять это в других людей, но мне кажется, здесь очень много факторов, которые мешают, да, либо препятствуют этому, но в любом случае, ознакомиться будет очень полезно, и вот эта вот книжка, она мне помогла, здесь даже не столько о манипуляциях, книжка называется «Метапрограммы для бизнес-практиков», автор Екатерина Гайдученко, в Украине, так хочу сказать, на Украине, вот что они передумали, вот это в Украине, в Украине, в общем, эта книжка, я ее рекомендую, в ней написано метапрограммы, взятые из психологии, то есть, каким способом работает наше мышление, как мы взаимодействуем друг с другом, то есть, есть некие программы, к примеру, есть программа на сходство, существует, и на различия, то есть, есть люди, которые мыслят через эту программу, что значит на сходство, например, когда вы начинаете разговаривать с человеком, и другой человек, глядя на вас, говорит, «О, слушай, это есть у меня, и я такой же», вот обращайте внимание, то есть, во всем мы ищем сходство с другим, «О, и у меня такое платье есть», «О, и у меня такая ручка», то есть, человек во всем видит сходство, а есть, наоборот, на противоположное, когда человек говорит, «Нет, я не согласен», и потом начинает высказывать свою точку зрения, то есть, «Нет, у меня нет такого, я не такой человек», то есть, все через отрицание. Также у нас, допустим, есть мотивация, вы слышали, «Мотивация от и мотивация к», то есть, есть люди, которые мотивируются, убегая от чего-то, то есть, у меня есть лишний вес, я хочу похудеть, почему ты хочешь похудеть? задаешь вопрос, человек говорит, «Да, потому что я устал быть толстым, это болезнь», то есть, мотивация от, мы хотим уйти от того, что нас не удовлетворяет, а есть люди, которые мотивируются к, то есть, почему ты хочешь заняться, допустим, получить свое желаемое? Вам человек начинает говорить, «Да потому что там будет вот это, вот это, то есть, рассказывает то, что его мотивирует, да, на движение, именно вот в этом будущем, так, к своему результату, не от того, что он хочет уйти, а именно к чему он хочет прийти». Вот таких вот программ, метапрограмм, здесь я, по-моему, 34, могу ошибаться, очень интересно, простым языком, доступным языком, я никогда не рекомендую книги, которые написаны сложным языком, если человек не подготовлен, то есть, я вам никогда не порекомендую, например, Кроули, зная и понимая, что если у человека нету какого-то определенного базиса, он не владеет какой-то терминологией, у него нету опыта и практики, да, то есть, эти книги ему будут непонятны, достаточно сложные. Пока боле, я не могу сказать, как-то вот порекомендовать, я даже не знаю, как у меня получилось, да, с чего я начала, но начала я однозначно с магии. Далее у нас была Таро, когда я обучалась у Шучалина, она немножко затронула продревосферот, я не совсем понимала, о чем шла речь, и дальше я начинала просто читать всевозможные статьи на эту тему, и вот в конечном итоге, когда я вышла на Гермополь, вот на эту площадку, вот я слушала несколько подкастов, я поняла, я купила там курс, да, очень доступно, понятно, далее там купила еще несколько курсов по магии, в котором так или иначе была вложена философия, древосферот, потом я купила книжки по древосферот, вот и вот каждая книжка, да, она, знаете, вот на самом деле же у нас все идет поступательно, да, зернышко к зернышку, сначала непонятно, да, потом второе зернышко, оно как будто бы поясняет прошлое, кстати, в древосферот абсолютно так и происходит, то есть, когда мы находимся в одной сфере, мы ее можем объяснять, но мы ее поймем через последующее, через следующую сферу, когда будем описывать, описывать, например, вторую, почему? Потому что в ней есть отражение первой, и чем ниже мы спускаемся, тем больше мы понимаем предыдущие, то есть, также у нас и в психологии нашей, то есть, сначала мы этого человека не понимаем, да, мы устраиваем отношения, мы не понимаем, что мы делаем дальше, мы уходим из этих отношений, создаем новые отношения с другими партнерами, вот, анализируя уже его, мы имеем опыт прошлых отношений, и нам уже понятнее, через второго партнера, почему первый партнер так поступал, да, то есть, вот эта вот связка, на самом деле, да, то есть, когда мы идем, допустим, в первый класс, нам вообще ничего не понятно, во втором классе нам уже понятно, например, первый класс, да, понятнее, потому что мы его усвоили, а в третьем классе нам понятно и второй класс, и нам понятен уже первый, когда мы изучали только алфавит, да, учились читать по слогам, в третьем классе мы уже прекрасно читаем по слогам, мы уже понимаем как создаются слоги вот это вот примерно та же самая философия здесь не важно с чего вы начнете поэтому этот вопрос был для меня очень сложным чтобы вам что-то порекомендовать потому что начинайте с того что вас цепляет выберите причем любое направление и не бойтесь оставлять книги либо какие-то курсы на полпути то есть не обязательно все завершать не тратите свое время вот вы прочитали что-то и вы поняли что вас не зацепило оставляйте это может быть еще просто не время и то что вы прочитали какую-то часть его этого будет достаточно возможно вам нужно было только столько услышьте меня пожалуйста умеете оставлять на полпути то что вам не нужно умеете уходить от того что вам не нужно умеете завершать отношения тогда когда вы считаете нужно, не чтобы вас бросили, а когда вы посчитаете, что вам уже больше нечего дать, и вам уже да, с одной стороны приятно, потому что вы вкладывались в это, и больно как-то оставлять, но не бойтесь, не бойтесь оставлять, это очень важно, вот это тот, наверное, навык и те качества, которые редко кто-то упоминает, но вот исходя из своего опыта, да, я пришла к пониманию, потому что ты начинаешь читать книгу, тебе неинтересно, жалко, ты же ее купила, что делать, не бойтесь оставлять, в этом нет ничего такого страшного, просто у нас вот это вот ощущение незавершенности, она придет, может быть, вам надо было только опять-таки какую-то часть из этого прочитать, либо наоборот, какие-то отношения нам даны на какой-то короткий период времени, и дальше нам нужно двигаться, а потом, может быть, судьба нас так вернет, что мы снова вернемся к этому партнеру, мы ведь не знаем, какие планы у судьбы на нас, то есть какие программы в нас прописаны, поэтому услышьте меня, пожалуйста, не бойтесь оставлять, не бойтесь уходить оттуда, где вам уже неинтересно, не бойтесь не досматривать фильмы, не завершать проект, обычно все говорят, надо все завершать, а я говорю противоположно, если не нужно, оставляйте, идите дальше, не нужно, знаете, вот как-то бояться, то есть не ставьте себя в рамки, не ограничивайте себя, кстати, это была причина, почему я ушла из коучинга, который мне очень нравился, которым я могла себя выражать, у меня были вот эти вот все психологические способности, вот, но я ушла, потому что там в процессе проведения сессии были определенные рамки, и они меня бесили, я не могла раскрыться, второе, я сумела, я раскрылась полностью, я могу вам передавать все знания, которые я знаю, либо в прямых эфирах, если это не раскладок, да, то есть я могу с вами говорить, я могу с вами делиться, то, чем я наполнена, а поверьте, знаний у меня предостаточно, причем не только прочитанных книг, но и не об этом, а именно о личном опыте, о том анализе, который я проводила, как над своими отношениями, так и над тем, как мыслят и размышляют другие люди, над их мотивами, над их поведением, точно так же, как, допустим, в институте, я, мой любимый предмет, почти на последнем курсе, на первом семестре, был Фрейд, то есть психоанализ мы изучали уже на четвертом курсе, это тот предмет, по которому нету готовых книг написанных, психоанализ мы изучаем с помощью преподавателя, на основе его каких-то трудов, на основе его статей, то есть нету книги, и Фрейд как раз таки, он был против того, чтобы создать учебник по тому, как можно преподавать психоанализ, то есть он преподается именно в процессе практики, и это, наверное, один из немногих, я не знаю, например, другого предмета, который бы именно таким образом преподавался, везде есть написанные книги, как и что нужно сделать, психоанализа такого нет, и вот это вот, кто-то очень уважает Фрейда, так как я, потому что мне кажется, что он действительно был впереди других людей, и когда он понял, что гипноз заставляет его быть зависимым, и для того, чтобы понять другого человека, надо испытать на себе все схожие его какие-то ощущения, восприятия, это ведь единственное, что его привело к тому, чтобы он начал применять наркотические, наркотики какие-то определенные, для того, чтобы войти в это видоизмененное состояние, ведь он не был наркоманом, как многие хотят его представить на самом деле, то есть, почему мне это схоже, потому что я такой человек, для меня важно, ты не можешь понять что-то, если ты не находишься в этом, для кого-то это может быть крайности, именно поэтому Кроули мне близок, нежели Уэйт, хотя и Уэйта я тоже люблю, то есть Уэйт у нас все-таки относился в магии больше к моральной, к какой-то религиозной, потому что он выстраивал все свои ритуалы, все свои знания на этой основе, а Кроули он был больше практиком, то есть ему важно было понимать, так же, допустим, как и Фрейду, то есть если ты хочешь понять, кто такие наркоманы, либо кто такие алкоголики, ты должен войти в эту среду, я не говорю, что ты должен стать зависимым человеком, но ты должен хотя бы один раз попробовать, применить, понять на себе, что происходит в твоей голове, что ведет, что мотивирует это, что заставляет этого человека прийти к этому, только тогда ты сможешь формировать свое собственное осуждение, то есть прежде чем осуждать, как мы говорим, либо критериковать другого человека, ты одень его тапки, пройди его путь, и только после этого мы с тобой поговорим, а у нас такого нет, и я вот приверженец именно вот этого вот направления, и многие свои вещи, то, о чем я рассказываю, это опять-таки не понаслышке, это путь в этих пройденных тапках, будь то это какие-то зависимые, если я говорю, что у меня зависимое мышление, это опять-таки не то, чтобы как-то сказать, ой, как хорошо это, нет, а наоборот, показать, где, в чем я зависимая, не в наркотиках, что было, не в курении, что тоже было, не в алкоголе, что тоже было, вот этого сейчас нет в моей жизни, но оно было для того, чтобы понять, чтобы сформировать, много чего было в моей жизни, и этот опыт, он важен, он формирует, он шлифует нас, как людей, поэтому, очень большой эфир получился, и очень большой ответ, но мне кажется, что вы все услышите важные для себя вещи, будьте собой, нам все это говорят, но никто не говорит, как быть собой, что нужно делать, нужно делать, условно говоря, то, что не делают другие, не идти постоянно в этом направлении, а просто позволить себе единожды сделать то, что не свойственно вашим правилам, что не делают другие люди, для того, чтобы немножко расширить вот это вот свое восприятие привычное, то есть единожды попробовать почистить зубы левой рукой, почему? Потому что мы работаем на автомате, и мы не задумываясь, мы все делаем механически, а попробуйте сделать левой рукой, допустим, мы настолько однообразны в своих автоматизмах, что, например, вылазим из ванной и вытираемся одним и тем же образом, одними и тем же движениями, попробуйте сделать что-то по-другому, я не говорю, что ваша жизнь не изменится, но это даст вам какие-то новые понимания, это даст вам новые взгляды, то, что я, в принципе, пропагандирую на своем канале, смотрите на вещи под другим углом, просто единожды, хотя бы, я не говорю выработать в себе эти навыки, а один раз попробовать, чтобы иметь свое собственное мнение, вот это и есть быть собой, не то, что говорят другие, а вот то, что как раз и говорят другие, чтобы это подтвердить, либо опровергнуть, вы должны это попробовать, чтобы понять, а так ли это или нет, то есть не получать вот эту вот готовую пищу, а все время выражение Сократа, сомневайся во всем, это не как рекомендация, рекомендация, а это то, что тебя окружает, это все есть иллюзия, но ты это только поймешь, когда ты начинаешь это перепроверять, только тогда к тебе приходят какие-то осознания и понимания, и не факт, что то, что ты будешь новое осознавать, это не будет новой иллюзией, но по крайней мере, у тебя есть с чем сравнивать, а когда у тебя не с чем сравнивать, ты будешь всегда ведома, у тебя никогда не будет своей точки зрения, ты будешь использовать ту информацию, которую тебе дают, ты всегда будешь себя ограничивать и не дашь себе возможности раскрыться, действительно посмотреть, а я, я как думаю на этот счет, не то, что мне сказали, а я посмотрел, то есть действительно это так, я нашел информацию, я пересмотрела эту точку зрения, я перечитала кучу книг, и теперь я могу сказать, что с этим согласен, а с этим нет, и вы чувствуете удовлетворение внутреннее, потому что вы проделали работу, и это сделали вы, не вам кто-то готовый давал, а вы это сделали, и тогда вы начинаете себя уважать больше, тогда вы начинаете в процессе вот этих всех аналитиков, аналитических процессов, вы начинаете себя понимать, вы понимаете, где вы себя обманываете, а где нет, вы очень многое о себе узнаете, и вот это вот есть ценность, и ради этого стоит жить, А я с вами прощаюсь. Огромный ролик, но я с огромным удовольствием ответила на ваш вопрос. Очень надеюсь, что вам будет полезно. Жду ваших комментариев. Пока-пока.